всем привет вы на канале 88 клубков канал по вязанию сегодня хочу показать как я вяжу вот такие подушечки звездочки они просто милейшие невозможно выпустить из рук украсит любую детскую комнату гостиную спальню что нам понадобится для вязания подушки нам понадобится клубок трикотажной пряжи чуть меньше в образце мы будем вязать вот такую более миниатюрную подушечку для изготовления такой подушки потребуется полный клубок и я расскажу как сделать расчет на подушку поменьше побольше и вы уже сделаете свой выбор понадобится крючок номер 6 для сшивания половинок и спицы номер восемь круговые леска 60 сантиметров будет достаточно все спасибо приступим к вязанию подписывайтесь на мой канал ставить ставьте лайки если какие-то вопросы возникают пожалуйста пишите с удовольствием на все отвечу трикотажная пряжа у меня изнаночные намотки перед тем как вязать я немного ее тяну чтобы нить приобрела фактуру более круглую не было плоской отматываем от клубка для набора петель четыре с половиной метра таким образом располагаем чтобы ее край был слева то есть вот это край нити вот это нить идет клубку этого отрезка нити должно хватить нам для набора 110 петель набираем на одну спицу следующим образом первые две петли вот так последующие левую правую левую правую левую правую и возвращаемся в петлю левой вот таким способом набираем сто десять петель на спицах сейчас сто десять петель набираем еще одну для соединения вязания в круг и теперь внимание для того чтобы получить вот эту кромку будто изнаночный ряд на стыке мы переворачиваем все вязание вот этим рядом на лицо где по всему периметру поправляем чтоб кромка смотрела вовнутрь нигде не было перекруто и соединяем возвращаем одну петлю на правую спицу и накидываем с правой спицы на эту петлю вот так подтягиваем немного чтобы нигде разболтана не было и начинаем вязать первый ряд первый ряд первый ряд начнется с изнаночной петли это изнаночные петли которые пойдут пятью лучами по подушке вот в этом месте то есть их пять лучей первый ряд заложат эти лучи изнаночная теперь 21 лицевая восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать первый ряд может быть будет идти немножко тоже так как на набор осуществлялся у нас на одну спицу но вслед впоследствии вязания будет поудобнее и так вот она изнаночная 10 15 19 20 21 рисунок по кругу будет повторяться пять раз поэтому еще нам нужно провязать 4 таких рапорта 1 изнаночная 21 лицевая по кругу до начала ряда начало ряда у нас вот этот хвостик можете здесь маркер поставить если вам будет удобней вяжем первый ряд второй ряд второй ряд нам заложит вот этот луч который идет кострию звезды поэтому внимательно все изнаночные мы вяжем на протяжении всего вязания по рисунку то есть изнаночные провязываем изнаночными теперь 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 теперь мы должны провязать вот эти три петли вместе но не просто следующим образом снимаем за переднюю стенку одну вторую третью и одеваем обратно другой стороной чтобы вязать нам за заднюю стенку одну теперь крайнюю с другой стороны а центральную одеваем последний и провязываем лицевой петлей за заднюю стенку вот она эта коса началась у нас и еще девять лицевых один два три четыре пять шесть семь восемь девять вот он этот угол 1 нашей звездочки повторяем еще четыре раза пять углов мы вывязываем до начала следующего третьего ряда и так на этом этапе хочу сказать как связать подушку большего или меньшего размера чтобы связать подушку большего размера достаточно добавить к первоначально набранным 10 петель то есть соответственно 10 20 30 и так далее можно связать подушку в круговую со 120 130 140 150 зависимости какого размера она вам нужна и соответственно чтобы уменьшить вашу подушечку нужно отнять 10 петель от первоначального набора то есть удаляется лицевые петли с рисунка 1 отсюда 1 отсюда подушка будет на один размер меньше желтой желтая связано со 120 петель у нее 35 сантиметров от угла к итак вяжем второй ряд повторяем четыре еще раза изнаночная 9 лицевых 3 вместе за центральную 9 лицевых мы провязали второй ряд у нас четко наметились места где будут высшие точки у звезды их невозможно пропустить при вязании в каждом ряду будем уменьшать диаметр звезды на 10 петель то есть 3 петли провязывать в одну минус 2 петли каждой из пяти точек и так начинаем третий ряд изнаночная по рисунку на протяжении всего вязание изнаночные будут вязаться по рисунку 8 лицевых каждом последующем ряду соответственно 7 потом 6 лицевых 5 и так пока у нас не закончатся лицевые на спицах вот они снова 3 петли которые пойдут на уменьшение снимаем их за передние стенки переодеваем крайние сначала потом центральную и провязываем за заднюю стенку лицевую 8 лицевых вот она изнаночная по рисунку повторяем еще четыре раза до начала нашего круга провязан третий ряд наши уголки становятся более выразительными заготовка для подушки приобретает форму продолжаем четвертый ряд изнаночная по рисунку 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 вот она наша убавка снимаем за переднюю стенку петли одеваем обратно крайние и центральную последний провязываем лицевой 3 вместе вот она также 7 и точно так же следующую звездную вершину изнаночная 7 лицевых убавка 3 1 провязываем 7 лицевых повторяем 4 раза провязан четвертый ряд 5 изнаночная по рисунку 6 лицевых снимаем 3 одеваем обратно крайние центральную последний провязываем 3 вместе 6 лицевых вот он уголок звезды так мы будем вязать ряд за рядом уменьшая это расстояние в каждом ряду на 1 провязывая 3 вместе пока на спицах у нас не останется 10 петель 10 петель это 5 вот этих и 5 вот этих то есть мы собираем нашу звезду к центру и так вяжем пока на спицах не будет 10 петель в какой-то момент вам станет много круговых спиц вязать станет неудобно можно перейти на чулочные на 5 спиц если есть такая возможность и будет так удобней но я делаю следующим образом я визуально круг делю пополам и вытаскиваю вот таким способом леску вязание складывается пополам и становится удобно вязать дальше делая в каждом ряду убавки делаем убавки перетаскиваем леску для удобства и вяжем до 10 петель на спицах у нас осталось 10 петель можно немножко подеформировать звезду чтобы нить легла как ей удобно и провязываем последний ряд таки продеваем круговые спицы для удобства изнаночная теперь нужно 2 вместе лицевую провязать с изнаночной переодеваем петлю чтобы провязать за заднюю стенку чтобы не нарушить рисунка вот этой косы снимаем переодеваем провязываем 2 вместе с изнаночной перетягиваем леску чтобы хотя бы на спице было две петли которые мы провяжем вместе подтягиваем нить чтобы эти петли не были растянутыми сильно потому что это уже конец вязание и нужно чтобы не было никаких дырочек там и не видно было наполнителя снимаем переодеваем и за заднюю стенку и у нас осталось последняя петля протягиваем спицу снимаем переодеваем и лицевой за заднюю стенку две вместе все на спицах 5 петель одеваем их жестко на спицы и на одну и две на другую можно берем удобный по размеру крючок у меня пятый и сейчас будем менять спицы на крючок фиксируем достаточно туго чтобы не выскочили петли цепляем нить и протягиваем теперь здесь фиксируем собираем на крючок и протягиваем тоже сильно не тужим чтобы аккуратный кружок был обрезаем с небольшим запасом нить вытягиваем и здесь чтобы завершить круг из пяти петель вот он у нас край нити заходим в две предыдущие захватываем заканчиваем теперь вот эту нить утащим наизнанку вот такая заготовка для звезды подушки здесь нить прячем и подшиваем чтобы она не выскочила и не мешала нигде можно прихватить с изнанки ниточкой можно отрезать вот этот край нити тоже прячем тоже можно прихватить ниточками таких деталей нам нужно две вторую вяжем аналогично на аналогичное количество петель заготовки для подушки готовы теперь нам нужно собрать ее воедино и набить наполнителем и так прикладываем изнанка к изнанке любым этим изнаночным лучом для сшивания подушки мы будем захватывать нитку поочередно с одной и с другой стороны вот так готовим нить сверху заводим крючок вот сюда чтобы вот эта кромка изнаночная оставалась нетронутой здесь находим изнаночную вот она и заводим тоже в аналогичную петлю вытаскивая следующий раз делаем сначала в эту потом в эту и так чередуем подтянем первую петлю и так еще раз вот он изнаночный ряд с этой с этой стороны захватываем вот эту петельку и точно такую же с этой стороны теперь наоборот с нижней потом с верхней крючок заходит сверху вниз теперь с верхней с нижней чередуем и тем самым сшиваем важно на протяжении сшивания следить чтобы в каждой точке верхней или в нижней совпадало чтобы мы нигде не пропустили или нигде не сбились сверх не захватываем с нижней по одной с нижней сверх не сверх не вот мы сейчас здесь себя проверим вот у нас совпадает все значит все мы правильно делаем вот он этот ряд наш так продолжаем до того момента пока не останется небольшое отверстие для того чтобы могли набить нашу подушку и так вот такой получается у нас кромочный шов и я оставила отверстие для того чтобы набить нашу звездочку потом мы закончим наполняем синтепоном на свою подушку наполнителем осталось буквально несколько стежков закончили сшивание это не очень удобно так как подача нити снизу но за счет эластичности пряжи сделать это возможно отрезаем край нити и вытягиваем и здесь нам сейчас нужно сделать имитацию последнего стежка вводим крючок в первую косичку и нам нужно увести его обратно сюда проколем где-то стороне и попробуем сделать подачу стежка туда куда нам нужно пожалуйста не видно стыка нить уходит нам сейчас нужно закрепить край нити вводим его сюда на изнаночную сторону и протягиваем все уводим его наизнанку подушечка готова разно разровняем синтепон если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментарии ставьте лайк подписывайтесь всего доброго